Разрушить проводник сбора. Войти в хранилище. Внимание. Вероятность взрыва от 100%. Так. Забавно эти бомбочки. Кто интересно что-то ставит. Что вы не помните в одной из миссий были. Топливо мы на оружейном складе. Взорвайте диверсию и сделайте. Отлично. Теперь тебе нужно пробраться в центральный комплекс. Судя по схемам которые успели передать люди Ривза. Полагаю тебе нужно взорвать трубки и расширить получившийся разрыв. Ищи слабые места в структуре. Откуда мне такие сведения неинтересные? Трубки там можно разрушить. Роскошно. Не так не похоже на канал. Кто чувствует, что эти создания вышли из океана? Повредите проводник сбора. Из океана? Честно говоря, не помню, что они из океана выходили. Потому что они кальмаровы видны и у них все. Они все помните с горы вышли. Хотя херово зачем, до этого они там были. Уж снизу, с под воды там как пробрались. Пока что это остается загадкой. Но зрелище было, правда, красивое. Тут хорошо можно поорудовать снайперской винтовкой. Бам, свалился. Так, довольно-таки сложный, кстати, такой момент. Народу здесь полно. Да, конечно, это вот, блин, дурацко. Они вернулись на систему автосейв, вот этих вот чекпоинтов. И хотя бы могли бы сделать квиксейвики там. Смотрел управление, там что-то не нашел ничего. Хотя, может быть, это придает хардкорность в игре. Как вот в Far Cry было первым. Просто чаще всего, чаще всего может случиться такая вещь, что вот, грубо говоря, вот тут всегда перевалили. И остался у вас один тут журдяй толстый, который там фигачит ракетами. Вот он, кстати, да. Вот и он у вас шахнет. И все под хвост. Зановка он перепроходить, мочить толпу этих. Уж к нему просто так не подобраться. Если вы подберетесь к самому первому, вы там попытаетесь его минами закидать, вы свой стелс старосекретите, вас просто со всех щелей начнут приходовать. И не факт, что еще выживите после встречи с ним. Не факт, что там мины эти попадут точно на него. Поэтому, конечно же, с точки зрения тактики, всегда следует оставлять его напоследок. Но не факт, что он у вас не прикончит. Случится может всякое. Так что будьте аккуратны. Хорошо, есть такое вот открытое пространство относительно, да, где сверху можно его там запалить. Как это сейчас я его, видите, делаю. И если есть у вас ракетница. А если будет в такие моменты попадаться, еще ракетница то и нету. Либо тратить просто неохота ее. Не считал я сколько надо обоим из автомата обычного, из снайперской винтовки. Знаю, что только 2-3 выстрела надо из ракетницы. И то стараться это делать в упор. Если издалека то 3, как минимум. Если не все 4. Ну слава богу, в сравнении с предыдущими частями, здесь заряд ракет с собой. Пополнили, скажем так. Тебе нужно повторить процедуру с остальными трубками. Так мы поднимем давление в системе до максимума. Хорошо, папа. Иду. Вот. И там вам до 8 зарядов можно с собой переносить. Видишь бы вам попадались только. Они тут еще бывает на зло зараза не попадаются. Тактическая возможность выйти. Интересно. Тактическая возможность. Так может дадить нам выйти-то. Так. Здесь тоже. Здесь я тоже переигрывал пару минут. Ну раз в этот момент. Хорошо, что хоть оставляю снайперского винтовку. Представляете, как это помогает. В принципе здесь оглушитель-то на нее вешать не обязательно. Потому что все таки сила выстрела увеличивается. Так вот эти. Вот они. Здесь жертва я вам тоже. Да, жертва я буду. Хорошо с вами выстрелил. Покорали их. Но это еще далеко не все. Пас уже запалил. Искорки, конечно, доставляют, как разлетаются от выстрела. Сразу чувствуется мощь снайперской винтовки. Еще бы я кривым таким бы и не был. Очень все было бы замечательно. Я, на самом деле, если немножко кривить начал, потому что уже нервничать. Это я раз в три типа он переиграл. Момент. Так, вот нам эту трубку надо. Честно говоря, не знаю, не пробовал я ее подстрелить. Может быть снайперскантовки вдруг было уничтожить. Искать всего нет. Будете играть, попробуйте. Так, куда он свалился? Хитрюга это. Так, пойдемте, Вадим, у меня еще патрончиков на всякий пожар. Вот. Патрончиков, наверное, тут уже и не осталось. Вадим, дальше будут. Так, остался жердяй. Мелких вроде отстреляли всех. Так. Красиво так, конечно, разрыло это хренобень. Ландшафт поистину меняется, как сказал хардгриф. Зерелище это завораживающее, если честно. Признаюсь. О, патрончики. Что-то для снайперских. А, есть. Есть. Такс. Ну, на этом я сейчас первую часть прерву. А убьем ли мы толстячка? Узнаем все в следующей части. С вами был Фаллион, до новых встреч. Скоро увидимся. Пока.